Третья группа нормативных правоотратов здесь не малочисленная, потому что она состоит, по большому счету, из одного нормативного правоотрата, это декларация Организации Объединенных Наций, о правах коренных народов. То есть это тот нормативный правоот, который на международном уровне как раз-таки закрепляет права коренных малочисленных народов. И здесь как раз довольно большой перечень прав закреплен, среди них такие как право на гражданство, право на самоопределение, право на жизнь, фактическую, психическую, непрестную верность, право на принадлежность, коренной учтения и юридичности. И есть еще очень интересное право, право на автономию или право на самоуправление. Правовое просвещение, повышение уровня правосознания и оказание юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Этой теме сегодня посвятили информационно-обучающий правовой семинар с участием представителей 10 регионов Сибирского федерального округа, государственных, надзорных и исполнительных органов власти, а также общественности республики. Цель данного мероприятия – это популяризация тех нормативно-правовых актов, которые есть и в принципе должны действовать. Но, к сожалению, не всегда наши активисты от общественности знают их. И поэтому с Ассоциацией коренных малочисленных народов Российской Федерации мы договорились о проведении такого семинара. В Туве мероприятие такого масштаба проводится впервые. Накануне в республику прибыла делегация коренных малочисленных народов Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. Во главе с первым вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Ниной Висаловой. В Туве проживает больше 50 тысяч. Это коренные народы. Мы вообще в России все коренные народы. Все. И тувинцы, и буряты, и русские. Мы все коренные народы. Но имеет статус коренные малочисленные народы. Вот в вашем регионе тувинцы-тоджинцы. Согласно российского законодательства. Так как они, это насчитывает себя менее 50 тысяч человек. Согласно всероссийской переписи населения 2010 года, численность тувинцев-тоджинцев коренного малочисленного народа Республики составляет 1856 человек. Традиционное занятие – оленеводство, охота, рыболовство и сбор дикоросов. Напомним, в конце прошлого года глава Тувы Шалбан Караул предложил запустить губернаторский проект с условным названием «Утварь для оленеводческой семьи», который призван облегчить жизнь оленеводам. Для них приобретут снегоходы, оружие и палатки с оборудованием для автономного проживания и ведения хозяйства. Проект планируется распространить на территории Толжинского района, который считается базовым для оленеводства. Мы слышали об этом проекте. Действительно, это хорошая инициатива, которую мы поддерживаем. И я думаю, что оленеводы тот же – одна из уязвимых частей населения Республики, которая действительно нуждается в силу своей малочисленности, труднодоступности, отдаленности проживания, нуждается в поддержке государства. И здесь правительство, я думаю, действительно очень верные шаги в этой сфере делает. На семинаре также рассмотрели очень важную тему – это возмещение ущерба при осуществлении промышленной деятельности на территориях коренных малочисленных народов. У нас сейчас есть рекомендации. Рекомендована к работе методика расчета убытков, причиненной от хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов коренным малочисленным народам. Но эта методика, которая утверждена уже бывшим Министерством региональной политики Российской Федерации, это уже Министерство упразднено, и сейчас оно имеет ряд, конечно, недостатков. Во-первых, методика носит рекомендательный характер. Во-вторых, она рекомендована к использованию в отношении только юрлиц, а как же обычные физические лица – оленеводы, рыбаки, таежники, тундровики. Они, получается, выпадают немножечко из этой методики. И сейчас Ассоциация активно ведет на своих площадках дискуссии по этому поводу, правовую работу. Я думаю, что мы привлекли ученых. Я думаю, мы сейчас найдем какие-то точки соприкосновения с разработчиками этой методики. Мы их пригласили тоже к сотрудничеству, других ученых пригласили. И я думаю, вместе представители коренных народов, органов власти и ученого сообщества, мы должны эту методику все-таки конкретизировать, совершенствовать, четко прописать, что считать, кому выплачивать, каким образом. И самое главное, что, конечно, она должна носить обязательный характер. Завершится работа представителей Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока посещением Дня оленевода в Тужинском районе 2 марта.